Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева о соблюдении трудовых прав и о том, как реагирует инспекция труда в случае их нарушения. Говорим сегодня в нашей студии временно исполняющей обязанности заместителя, руководителя по правовым вопросам госинспекции труда в Самарской области Рахим Юльчеев. Ваши вопросы задавайте по телефону 202 11 22, звоните. Здравствуйте, Рахим Болтобекович. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, чем инспекция труда может помочь работникам, чьи трудовые права нарушаются, какие у вас есть полномочия для этого? Инспекция труда призвана защищать интерес трудового законодательства. Соответственно, когда работодатель нарушает права работника, работник обращается к нам с соответствующим заявлениям, мы можем провести проверку, выдать соответствующее предписание о восстановлении нарушенных прав, ну и определенные правовые последствия для нарушившего работодателя. А вообще вот эти последствия какими могут быть, если касаться сферы нарушения трудовых прав? Ну, с этого года, на самом деле, достаточно серьезные последствия стали для работодателей. Во-первых, повысился срок давности для привлечения к административной ответственности работодателя, если раньше это было два месяца, то теперь год. Существенно возросли штрафы. Если раньше максимальный штраф был в порядке 50 тысяч рублей на юридическое лицо и 5 тысяч рублей на должностное лицо виновное, то с этого года максимальный предел санкций повысился до 200 тысяч рублей. Плюс у нас появились новые составы, поэтому порой доходит, что один работодатель уходит от нас после проверки, получив штраф чуть ли не на миллион рублей. Да, тенденция такая общероссийская, так скажем, повышаются штрафы, суммы, меры наказания. Уголовная ответственность тоже может быть в этом случае. В каких случаях она грозит работодателя? Уголовная ответственность у нас, ну, чаще всего применяется уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда, повлекших по неосторожности причинение тяжких последствий, в том числе смерти работника. А также уголовная ответственность существует за задержку выплаты заработной платы полностью, если то сроком свыше двух месяцев, частично свыше трех месяцев. Ну, здесь существует определенная тонкость, это не просто задержка выплаты заработной платы, а из определенной корыстной заинтересованности. То есть, если у работодателя имелись в наличии деньги, но он почему-то их перераспределял в какие-то другие потоки, вот тогда может наступить и уголовная ответственность. Ну, проводили мы неделю-две назад совместное совещание с органами следственного комитета, с прокуратурой областной. В настоящее время расследуются два уголовных дела по задержке выплаты заработной платы по Самарской области. Не назовете предприятие? Нет. Нет, пока, вот так скажем, в тайне следствия. Скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, все эти меры такие, они приведут к уменьшению количества нарушений со стороны работодателей? Они уже приводят. Есть уже, да, вот эффект? Да, Роструд последние два года перестраивает всю систему взаимоотношений с работодателями, с работниками. Мы от некой такой схемы карательной переходим к схеме предупредительной. Ну, естественно, ей должна предшествовать стадия карательная, потому что одним из методов профилактики нарушений как раз является усиление ответственности за допущение этих нарушений. Вот, ну, плюс к этому нами активно стала проводиться разъяснительная работа и среди работников, и среди работодателей. И вот если по состоянию на 1 июля прошлого года нами было выявлено порядка 5,5 тысяч нарушений трудового законодательства, то в этом году цифра снизилась до 4 тысяч нарушений. Угу, да, уже меньше. А вообще, вот если говорить о нарушениях, жалобами на какие нарушения к вам чаще всего обращаются, чтобы выявить такую тенденцию и самые такие актуальные точки проблемы? Процентов 50, а может и более, это, естественно, невыплата заработной платы, задержка расчета при увольнении. На втором месте не выдача трудовой книжки, не оформление трудовых отношений. Да. Вот если говорить о зарплате, можете сказать сумма, какая задолженность на сегодняшний день сложилась по невыплате вот в регионе? Есть у вас такие данные, статистики? Конечно, есть. Мы же ведем реестр должников по заработной плате. Вот согласно нашему реестру, на сегодняшний день задолженность превышает 80 миллионов рублей. Но у нас еще есть, правда, статистическое. Согласно сведениям Росстата, на 1 июля задолженность была порядка 2 миллионов рублей. Ну вот по оперативной нашей информации, анализируем постоянное состояние задолженности по заработной плате. По данным сама Росстата на 1 августа задолженность повысится, ну и превысит миллионов 50-60. Вот в основном за счет тольяттинских предприятий. Понятно. Вот эта экономическая ситуация так отразилась, может быть, еще, да? Вот как фактор, один из факторов невыплаты, да? Ну, а про ответственность работодателей за невыплату зарплаты вы уже сказали, да, что это вплоть до уголовной, да, частично? Ну, можно еще сказать, что с этого года нами применяется такая схема, как штраф за каждого работника. То есть задержал выплату заработной платы 100 работников, получил 100 штрафов. Ого, да, вот это новшество. Да, 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 да. Понятно. То есть не одна какая-то сумма, одна на всех, да? Да, да, да. Не выплатил тебе, пожалуйста, один штраф, а это умножай на количество. По России очень активно эта схема применяется, но мы пока не были сторонниками таких сильных карательных мер. Все-таки, ну, штраф, понятно, что это наказание, да, работодатель должен его понести, если он нарушил сроки выплаты заработной платы. Но чаще всего, ну, процентов 95, наверное, случаев такой вот массовой задержки опыта заработной платы, это все-таки именно экономическая ситуация. А мы должны оценивать финансовое состояние работодателя. Поэтому, ну, не вот как мы активно эту схему применяли, а вот по России пример был недавно. Что-то порядка 500, что ли, штраф назначили одному должностному лицу. Ну, понятно. И вот, а что, если вот выплачиваются такие, так называемые, серые зарплаты, работодателям тоже за это грозит какая-то ответственность? Конечно. Вроде бы как и выплачиваются. Деньги же выплачивают, но каким-то вот другим способом. На самом деле, с октября прошлого года, в связи с поручением первого заместителя, председателя правительства России, Ольги Юрьевны Голодец, мы активно проводим работу совместно с пенсионным фондом, с налоговой службой. В мае-июне подключилась администрация города, плюс все муниципалитеты, естественно, Министерство труда Самарской области. Активно проводим работу как раз вот на создание условий для невозможности ведения бизнеса при наличии серых схем оплаты труда. То есть максимально искоренить вот эту неформальную занятость, максимально искоренить серую заработную плату. Вам тогда помощь работников, наверное, понадобится, которые будут сигнализировать и как-то сообщать об этом или нет? Не обязательно. Здесь, наоборот, не помощь работников, а больше аналитическая работа, которая совместно, ну, существуют определенные, скажем так, накопительные базы данных и у пенсионного фонда, и у налоговой службы, и у других госорганов. Благодаря определенной аналитической работе выявляются работодатели, которые, очевидно, используют серые схемы оплаты труда, вызываются на комиссии при налоговой службе, при пенсионном фонде, у нас, при правительстве Самарской области. И разъяснительной работой мы работодателям рекомендуем уходить от серых схем оплаты труда. Последний показательный пример был на комиссии в налоговой службе, заслушивали одно тольятинское предприятие, вот у него за весь 2014 год был, прибыль составила порядка 230, по-моему, миллионов рублей. Средняя заработная плата у него колебалась в районе 4-5 тысяч рублей, но при этом он в профсоюз, какой-то непонятный совершенно, отчислил свыше 5 миллионов рублей. Какой профсоюз? Задаем вопрос работодателю, а у тебя работники-то вообще в профсоюзе состоят? Нет, не знаю такого. А как? Что это такое вообще? Ну, я не знаю. Сидит директор, миллионами ворочит и не знает, куда у него 5 миллионов ушло. Что это за профсоюз такое? Ну, вот некая разъяснительная работа и, соответственно, дается время для исправления этому работодателю. И если мы по отчетным данным видим, что работодатель исправился, воспринял, скажем так, наше разъяснение действующего законодательства и правовых последствий, ну, претензии к этому работодателю снимаются. Ну, очень часто у нас люди мирятся с тем, что вот зарплату в конвертах так выплачивают. А какие минусы при этом? И вообще обращаются ли все-таки? Обращаются. С тем, что платят, но вот, пожалуйста, без всякого. Ну, вот для таких работников первое, что я всегда говорю, а вы зачем шли-то на такую схему оплаты труда? Ну, хоть что-то получать. Ну, хоть что-то получать. Это осознанный выбор каждого человека. Тот, кто трудоустраивается, он уже осознанно идет на какой-то шаг, да, он свой труд вкладывает, соответственно, он понимает, что он какие-то деньги будет получать. И, ну, все уже люди адекватные, да, все понимают, что без бумажки-то у нас как бы уже ничего не происходит. И получая зарплату там, ну, не в конверте, да, но наличкой и там расписываясь в какой-то тетрадке, ты уже должен понимать, что ты нарушаешь законодательство. Ты обманываешь государство тем, что ты не платишь налоги, ты не делаешь отчисления в пенсионный фонд. И потом, когда тебя работодатель обманывает, да, говорит, вот твоя официальная часть, минимальный размер оплаты труда, а серую зарплату, извини, да, я такого знать не знаю. Ну, работодатель сразу, работник сразу бежит к нам, да, помогите мне. А зачем, бежит, ну, к нам мы госорган, зачем же ты обманывал на протяжении столько времени государство, чтобы потом прийти к нему и сказать, помоги мне. Понятно. Поэтому, в первую очередь, работник сам должен осознанно подходить к этому вопросу и не соглашаться на какие-то серые схемы. Это так же, как вот со взяточничеством, да, его не будет, если не будут давать. Да. Вот, и здесь так же, серых схем оплаты труда не будет, если не будут работники на это соглашаться. Ну да, ну вот мы часто говорим, что у нас есть права на это, на это, а то, что ответственность и обязанности, да, вот это же ответственность. У нас все любят говорить о том, что вы обязаны, у меня есть право, вот мне по закону это положено, но все забывают, что закон это что? Это закрепленные на бумаге права, обязанности, процедуры их реализации и ответственность за нарушения. Все, право это некая такая сухая субстанция, да, а отношение между людьми, это прежде всего консенсус между правами и обязанностями. Если у тебя есть право, ты должен не забывать, что у тебя за спиной еще какая-то обязанность существует. Да, вот вы сказали такое слово, ключевой консенсус, вот при оформлении тоже очень много неправильно оформляют, либо вообще не оформляют, да, при трудоустройстве. И человек тоже идет вот на этот консенсус, то есть он боится, как бы сказать, ну, сейчас вот пойду в инспекцию и на вас тут вот напишу, а дальше как он будет работать, тоже нужно искать какой-то подход вот этим работникам. А как вот из таких ситуаций выходить, когда предлагают поработать, ну вот мы тебя пока не будем оформлять. И вроде бы вот и поработать, отношения складываются, а потом не пойдешь же вот на... Это личный выбор каждого. Я вот всю свою осознанную жизнь работаю официально. Так, вам повезло. Пусть моя зарплата меньше, чем там вот рассказывают о том, как, где и сколько кому наличкой платят, да, но моя ситуация гарантирована. В стране кризис, я госслужащий, да, моя ситуация, ну, пусть мало, но стабильна. Вот. И поэтому для работников тоже, ну, жадность это все-таки порог. Да. Вот какой раз мы уже повторяем, что вот про эту экономическую ситуацию, которая сложилась в последнее время у нас. У нас происходит сегодня процесс сокращения штата численности работников. И вот что в таких случаях полагается тем работникам, которые будут, подпадают под сокращение штата? Ну, если в чистом виде взять ситуацию сокращения штатов, то работника должны уведомить письменно, подроспись за два месяца до увольнения предполагаемого. Два месяца за ним сохраняется рабочее место. Только через два месяца работодатель имеет право издать приказ об увольнении работника. В день увольнения работнику платится один среднемесячный заработок. В случае, если работник в течение 10 рабочих дней встал на учет в службу занятости, и ему не предоставили работу работодатель, ему обязан заплатить еще один среднемесячный заработок. И уже на пятый месяц, получается, если есть решение службы занятости, работодатель еще один среднемесячный заработок должен заплатить. Да, вот это тоже нужно знать как свое право. К нам поступают первые вопросы от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22. Звоните, у нас еще есть время. Если ваши трудовые права нарушаются, вы не знаете поступить так или иначе в какой-то сложной ситуации, на работе, звоните. У нас сегодня специалист, который ответит на эти вопросы. В этом году не использовал отпуск и уже не успею. Можно ли взять компенсацию деньгами или перенести на следующий год? А можно ли потом в этот год пойти два раза в отпуск? Вот с отпусками тоже ситуация. Бояться может даже люди сейчас в отпуск уходить как-то. Пока работается. В Трудовом кодексе есть статья 124, которая регламентирует порядок переноса отпуска. По общему правилу работнику должен быть предоставлен в течение рабочего года отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. То есть если я, допустим, устроился на работу 1 июля, то до 30 июня следующего года мне должны дать 28 дней. Если я не успел их использовать, их можно перенести еще на 12 месяцев. И вот в пределах двух рабочих лет я должен уже эти 28 дней получить. Если вот эти 28 дней, они никакими деньгами ни при каких обстоятельствах не компенсируются. Это исключительно отпуск должен быть. Если продолжительность отпуска превышает 28 календарных дней, ну, допустим, педагогические работники, у них 56 дней, то все то, что превышает 28 дней, оно уже может компенсироваться деньгами. Да, схема понятна. А получать отпуск можно и два сразу, и сколько накопится, столько и можно получить. Самое главное при делении отпусков, чтобы одна из частей была не менее 14 календарных дней, а остальные можно брать и целиком оставшиеся 14, можно и по одному дню 14 раз взять. То есть все как получится. И еще, если в один, в первый рабочий, не в первый, не принципиально, в любой рабочий год работник не использовал 28 дней, они перешли на следующие 28 дней, это не значит, что их можно компенсировать деньгами. Это значит, работник должен получить 56 дней в сумме. И в один год у него есть это право 56 дней отдохнуть. Да. Понятно. Максим, работал 16 дней без выходных за сменщика, который ушел в отпуск. Рассчитали, как мою обычную зарплату. Как восстановить справедливость? Может быть, заранее что-то делать, перед тем, как торговать? Здесь может быть две ситуации. Если у работника какая-то, не то что нормированная, а четко установленная продолжительность рабочей недели, то есть, допустим, пятидневная неделя с двумя выходными, шестидневная с одним выходным, то это явное нарушение. Тем более, что у нас продолжительность еженедельного отдыха должна быть не менее 42 часов. Если работнику установлен суммированный учет рабочего времени, то, в принципе, 16 дней подряд он все равно не может отработать, потому что должен быть междусменный отдых. 16 дней и две недели. То есть, по крайней мере, два дня среди них он должен отдохнуть. Но, если суммированный учет установлен, то норма рабочего времени высчитывается за некий учетный период, который установлен на работодателя. Он, учетный период может быть от месяца до года. И поэтому за весь учетный период по его окончании высчитывается норма рабочего времени, высчитывается, сколько работник отработал, и уже ведется подсчет сверхурочной работы. — Вот еще хотелось бы поговорить о таких сервисах новых, которые вводятся в последнее время в федеральных службах и очень активно используются и популярными становятся. Скажите, вот в инспекции труда что-то появляется и для физических лиц, может быть, вот какие-то очень удобные помощники, которые можно в интерактивном режиме воспользоваться, и для юридических? — Есть, активно внедряются. Также в течение последних двух лет у нас сервисы, ну, общее название сервиса — электронный инспектор. У него есть различные подсистемы. Ну, во-первых, это онлайн-инспекция РФ. Это электронный сервис, на который гражданин через сайт Роструда может подать обращение. Если обращение требуется только консультация, консультацию через сервис онлайн-инспекции работнику дадут в течение трех рабочих дней. Если это какая-то проблема, которая требует разрешения, то первоначальный срок для разрешения этой проблемы 15 календарных дней. Если не получается разрешать, то действуют стандартные сроки, предусмотренные законодательством рассмотрения обращения гражданам — это 30 дней, и, может быть, этот срок продлен еще на 30 дней. Для работодателей тоже у нас на Рострудом запущен сервис. Называется «Проверь себя». Порядка 10 алгоритмов в настоящее время запущено. Работодатель может на этом сервисе заполнить определенные формы, указав состояние, скажем так, кадровой документации у себя в организации. И этот электронный сервис в автоматическом режиме выдаст заключение, соответствуют процессы кадровые в этой организации требования трудового законодательства, либо они не соответствуют, и, соответственно, что надо поменять. Вот, повторюсь, в настоящее время порядка 10 сервисов существует. Первый — это проверка приема на работу, второй — это проверка трудового договора, третий — это увольнение по инициативе работника, привлечение к дисциплинарной ответственности, увольнение в порядке дисциплинарной ответственности и иные. Роструд планирует довести количество вот этих вот сервисов до 50. То есть максимально автоматизировано предоставить работодателю возможность проверить свою деятельность на соответствии трудовому законодательству. Неудобно, да. Тем более, что вот с налоговой инспекцией, к нам недавно приходил специалист, у них уже к 50 превышает, подходит вот цифра сервисов. В налоговом законодательстве четкие границы есть, а у нас вот все-таки специфика трудовых отношений на индивидуальном регулировании условий труда, поэтому не все процессы можно автоматизировать. Следующий вопрос от Натальи. Если человек работает завскладом, отказывается принять другой склад, могут ли его принудительно заставить этот склад все-таки принять? Ну, есть такое понятие трудовой функции. Это тот объем должностных обязанностей, который работнику поручен при заключении трудового договора. Вот договорились мы изначально с работодателем, что я обслуживаю один склад, и тогда второй склад мне уже можно поручить только с моего письменного согласия. Это будет либо увеличение объема работы в порядке статьи 60.2 Трудового кодекса, и, соответственно, это оплачивается в порядке статьи 151 Трудового кодекса по соглашению сторон, либо это совместительство, то есть в свободное от работы время, в соответствии с еще одним трудовым договором, работник может выполнять дополнительную работу. Но в любом случае, если изначально определен объем трудовой функции в один склад, второй склад мне можно поручить только с моего письменного согласия. А вот если же изначально объем трудовой функции не определен количеством складов, а просто я назначен на должность завскладом, и у нас складов на предприятии много, меня могут перекидывать туда-сюда, то может быть поручено. Но это называется перемещение, допускается без письменного согласия работника. Сергей интересуется, с какого возраста могут сократить на работе? Мне уже 55 лет, и есть ограничения? Вот есть ограничения? Нет ограничений. Сокращению подлежат те должности, либо те работники, в которых работодатель перестал нуждаться в силу организации своих производственных процессов. Существует такое понятие, как преимущественное право оставления на работе. Оно урегулировано статьей 179 Трудового кодекса. И общее правило какое? При равной производительности труда и при равном уровне квалификации включаются некие условия преимущественного права на оставление на работу. Вот преимущественное право для общих категорий населения, оно предусмотрено 179 статьей Трудового кодекса. На многих крупных предприятиях существуют коллективные договоры, и там могут быть еще какие-то дополнительные условия предусмотрены. А вот так вот ограничений по возрасту для увольнения по сокращению нет. Как получить от работодателя после увольнения в связи с сокращением численности штата зарплату за второй и третий месяц после увольнения? За второй месяц необходимо прийти к работодателю и предъявить ему трудовую книжку, в которой не будет записей. А за третий месяц должно у вас на руках быть еще решение органа службы занятости. А как вообще нужно вести себя, когда трудовые права нарушаются? Вот чтобы твое обращение было достаточно обоснованным, вот что делать? Потому что тоже не знаешь, вот создается такая критическая ситуация, может даже эмоционально нестабильная, и не знаешь, как себя правильно вести. Вот о чем нужно помнить? Первонаперво надо помнить о том, что все люди и все могут договориться. Если я вижу, что нарушаются мои права, лично я сразу не побегу жаловаться. Я попытаюсь выяснить, а почему так, и попытаться договориться, донести свою позицию, услышать позицию работодателя и найти вот этот консенсус. Если же вот это уже не получается, или работодатель ведет себя, скажем так, нагло, тогда два основных варианта поведения. Первый и самый такой, скажем так, приемлемый, а имеющий наиболее весомые правовые последствия для себя, это обращение в суд. Потому что суд выносит решение по жалобе, и оно имеет в последующем, может быть, предъявлено к исполнению через службу судебных приставов. Либо обращение к нам. Это гораздо более бюджетный вариант на самом деле, потому что все делает инспектор за работника. И если инспектор обнаруживает, что права работника нарушены, он выдает предписание. Но в последнее время наметилось некое, скажем так, недопонимание об определении предела полномочий инспекции между судами Самарской области и инспекцией труда имеют место случаи, когда предписания инспекции труда отменяются просто по формальным основаниям. Суд считает, что мы разрешили индивидуальный трудовой спор. Индивидуальный трудовой спор – это такое некое полуабстрактное понятие. Нет, оно не полуабстрактное. Оно четкое понятие, которое дано в статье 381 Трудового кодекса. А вот суд, не могу рассуждать почему, но все чаще тактует это понятие расширительно. А инспекция труда в соответствии с 357 статьей Трудового кодекса и с 81 Конвенцией международной организации труда не вправе разрешать индивидуальные трудовые споры. На самом деле, в моем понимании, индивидуальный трудовой спор – это когда и работник прав, и работодатель прав, либо оба неправы. И вот здесь нарушен какой-то баланс чьих-то интересов. И вот невозможно однозначно применить какую-то правовую норму. Если же работодатель конкретно нарушил какое-то конкретное законодательное подписание, допустим, зарплату не вовремя выплатил, рассчитал не вовремя при увольнении, трудовую книжку не дал, то речи об индивидуальном трудовом споре не может идти, если работник сам не обратился в суд, а пошел, решил защитить свои права через инспекцию труда. Вот поэтому, ну, еще раз повторюсь, основной способ – это суд и мы. Но, с другой стороны, вот если посмотреть на статистику обращений, люди нам верят все больше и больше. Судебная статистика свидетельствует о том, что количество исков о нарушении, о восстановлении трудовых прав примерно на одинаковом уровне остается в области, то обращения в инспекцию растут прям, ну, как снежный ком. Ну, наверное, это приятно должно быть нам. Люди нам верят, вот. Но, с другой стороны, это, конечно, непомерная нагрузка на нас. Вот если я в 2012 году пришел в инспекцию, и вот, я помню, в декабре у меня как раз было обращение с номером 5400, то вот сегодня, расписывая обращение, я уже расписываю с номером 5200. То есть, вал растет. Подводили статистику. Минимум инспектор за первые полугодия рассмотрел 135 обращений граждан. Да, нагрузка такая. Следующий вопрос от Елены. Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, работаю на условиях неполного рабочего дня. Положен ли мне ежегодный оплачиваемый отпуск? Нет. 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 Если именно на условиях неполного рабочего времени, без выхода из отпуска по уходу за ребенком, вот этот период не дает права на ежегодный оплачиваемый отпуск. Потому что женщина, в принципе, находится в отпуске, оплачиваемый за счет средств Фонда социального страхования. И в силу позволения статьи 92 Трудового кодекса, 93 Трудового кодекса, дополнительно работает. А вот если женщина выйдет из отпуска по уходу за ребенком и будет также на условиях полного либо неполного рабочего времени работать, тогда ей положен отпуск. Понятно. И у нас остается буквально минутка. Вот хотелось бы от вас все-таки услышать какие-то советы работникам по правовым вопросам, на что нужно все-таки обращать внимание, если ты вот в трудовом коллективе, на работе, и, может быть, какая-то обстановка сложилась не очень хорошая, нестабильная. Да ну, первонаперво все-таки при трудоустройстве еще до того, как попасть в коллектив, требуйте все-таки письменный трудовой договор. Пусть он будет неполный, пусть он будет там какой-то такой ущербный, но самое главное, чтобы в нем было написано ваша трудовая функция, на какую должность вы приняты, и размер заработной платы реальный. Все. Вы на 99% защищены от каких-то посягательств. Если у вас этого нет, ну, вы сами себя подвергаете определенному риску, который возникнет не в процессе трудовой деятельности, а при увольнении. Понятно, да. Ну что ж, спасибо за то, что пришли, ответили на вопросы телезрителей. Всего хорошего, успехов вам в работе. Спасибо и вам. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!